Здравствуйте, с вами передача «Тренинг Молл» и я ее ведущий Артем Богач. Тема нашей сегодняшней передачи – управление дебюторской задолженностью и работа с долгами в коммерческой организации. У нас есть гость, юрист, бизнес-консультант Алексей Дудин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Артем. Алексей, скажите, в чем основная проблема компании в работе с дебюторской задолженностью? Основная проблема работы с дебюторской задолженностью в организации, на мой взгляд, исходя из моего опыта, заключается в том, что компании многие однобоко подходят к работе с долгами. То есть занимаются так называемым симптоматическим лечением. Появилась задолженность, они приглашают юристы к сотрудничеству или адвоката и, соответственно, занимаются взысканием долга. Если не успевает бухгалтерия обрабатывать платежи или отслеживать их, значит, принимают на работу еще нового бухгалтера. Гораздо более продуктивно, если в компании, помимо решений, обозначенных выше моментов, также уделяют таким аспектам работы с клиентами, как предварительная проверка клиентов перед заключением сделки, разработки стандартных условий работы с клиентами, обеспечение исполнения обязательств, то есть их подбором, завод, поручительство и ряд других, а также разработки алгоритмов воздействия клиента, чтобы он платил вовремя, как до момента наступления часа X, так и работы по взысканию задолженности, если она образовалась в виде просроченного долга. Алексей, вы говорите о возможности предотвращения образования долгов. Как это возможно сделать? Предотвратить долги можно несколькими способами, и первый из них заключается в том, что надо наводить процесс проверки клиентов перед заключением сделки, разработать несколько механизмов, простой и чуть более длительный, в зависимости от суммы и размера сделки, прописать последовательную пошаговую процедуру работы менеджера по продажам или иного коммерческого сотрудника с клиентом при заключении сделки, подбора варианта договора из нескольких существующих стандартных форм, подбора форм и способы обеспечения исполнения обязательств и так далее. В совокупности все эти механизмы могут позволить именно снизить риск возникновения просроченной задолженности и, соответственно, предотвратить образование сомнительных или безнадежных с точки зрения взыскания долгов. Алексей, многих волнует вопрос, как проверить контрагента до заключения сделки. Расскажите о способах проверки. Существует несколько различных вариантов, и я считаю, что в компании должен быть короткий и длинный путь. Короткий применяться для небольших сделок, где происходит постоянное заключение, скажем, на какую-то небольшую сумму, и требуется быстро и оперативно узнать, что из себя представляет клиент и какие могут быть риски. Здесь нам очень сильно помогает интернет и общедоступные источники информации. В первую очередь следует проверить наличие сайта компании в интернете и той информации, которая там размещена. Во-вторых... Первым делом собрать внешнюю информацию. Да, верно, внешнюю информацию. Во-вторых, есть ряд открытых источников государственных органов и других учреждений власти, где можно найти общедоступную открытую информацию. В первую очередь это сайт Федеральной налоговой службы, где можно проверить состояние юридического лица, наличие его вообще в реестре, факт присвоения ему ИНН на ОГРН, адрес регистрации и так далее. И, соответственно, сверить эту информацию с тем, что сообщил нам наш контрагент предполагаемый. Во-вторых, на сайте арбитражного суда существует две картотеки. Одна из них — картотека арбитражных дел, вторая — банк решений арбитражных судов. Воспользовавшись формой поиска по наименованию организации, мы можем посмотреть, какие были судебные дела. И отсюда мы сможем понять, существует ли риск какой-то потенциальный судебного разбирательства. И если да, то по каким вопросам он может возникнуть. Если мы видим, что у клиента большое количество судебных споров с поставщиками или с заказчиками по поводу оплаты, то высокий риск, что и у нас тоже с ней возникнут эти проблемы. Есть еще региональные сайты службы судебных приставов, где размещается информация о возбужденных исполнительных производствах. И есть сервис поиска. Соответственно, вот так и есть ряд других источников информации, благодаря которым мы можем собрать предварительную информацию и понять, что из себя представляет клиент. Получается, что руководитель организации даже может самостоятельно проверить контрагента, пользуясь доступными источниками в интернете. Что очень удобно. И, соответственно, существует еще более долгий путь, когда цена вопроса достаточно высокая, крупная сделка заключается. Здесь уже следует запрашивать и копии учредительных и регистрационных документов нашего контрагента, выяснять, есть ли у него какие-то рекомендательные письма, благодарности, с кем он работал, осуществить обзвон нескольких партнеров или клиентов, давших рекомендации благодарности, выехать на место посмотреть офис нашего предполагаемого контрагента, есть ли там сотрудники, как выглядит офис, арендован он или в собственности и так далее. То есть тот способ второй, он более затратный по времени, поэтому к стандартным небольшим сделкам его смысла применять нет. В то же время, если планируешь долгосрочное сотрудничество, то, наверное, стоит это сделать. Да, безусловно. Соответственно, если в компании эти четкие процессы определены, и каждый знает, на какой сделке что ему делать, как проверять клиента по длинной или короткой схеме, то, соответственно, нормально работает компания и снижается риск возникновения долгов. Алексей, существует ли какой-то гарантированный способ взыскать долги? Да, действительно, есть различные способы, которые ведут к погашению образовавшейся задолженности, но волшебной палочки не существует. Поэтому важно, чтобы в компании понимался весь имеющийся в распоряжении их инструментарий, который я условно именую арсеналом кредитора, и включающий как досудебные меры воздействия, непосредственно судебные процедуры взыскания долга, и те, которые происходят на постсудебной стадии. Здесь важно саму политику компании проводить таким образом, чтобы клиент понимал, что если он допустит просрочку, то с него долг будет взыскан в любом случае, и это принесет ему дополнительные какие-то упущения, негативные последствия и так далее. И тем самым это стимулирует его к погашению задолженности. Кроме того, важно выстроить и сам процесс судебного взыскания долга, и на стадии исполнительного производства существует ряд механизмов обращения в правоохранительные органы, которые также содействуют погашению долга и повышению мотивации должника заплатить вовремя, включая возбуждение уголовных дел по статьям 177 и 315 Уголовного кодекса. Это взводственное уклонение от погашения кредиторской задолженности и неисполнение решения суда. Но более подробно сейчас, к сожалению, не имеется возможности рассказать о всех инструментах из арсенала кредитора. Можно ли научиться эффективно работать с задолженностью и взыскать долги? Да, действительно, научиться возможно, и есть два пути решения этой задачи. С одной стороны, можно накапливать в компании свой профессиональный опыт у различных сотрудников, обобщать его, потом как-то это перерабатывать, создавать собственные регламенты, процедуры, проводить внутреннее обучение и так далее. И есть второй путь, это путь внешнего обучения, когда приглашается специалист по данной теме, и который в короткие сроки позволяет обучиться персоналу всем необходимым моментам в четком, структурированном, понятном виде. Мне представляется, что для большинства компаний второй путь более эффективен, потому что цена каждого наступания на грабли, когда происходит обучение на собственном опыте, она бывает очень значительно высока, и привести может к банкротству бизнеса, а не к формированию необходимых знаний. И в данном направлении я достаточно активно работаю, провожу семинары, пишу статьи, и в ближайшее время планирую опубликовать книгу. Поэтому кто имеет намерение узнать больше о системном подходе к управлению, задолженностью, о том, как построить эту систему в компании, как ее применять в жизни, какие нюансы, аспекты и фишки существуют в этих направлениях, в общем-то, может посетить мой семинар или аналогичных каких-то других консультантов и юристов и узнать это все в сжатом, структурированном виде. Думаю, что в любом случае подобные программы будут полезны как руководителям, так и сотрудникам отделов продаж, безопасности, юристам и так далее. Да, и, наверное, такой вариант будет дешевле, чем получать какой-то опыт путем набивания шишек в своей практике. Легче, дешевле, проще пойти на семинар, купить книгу, либо получить индивидуальную консультацию. Кстати, даете вы индивидуальную консультацию? Да, конечно, такой формат работы практикуется, но и достаточно успешно. У меня есть мнение, что большие и крупные компании не допускают того, чтобы у них появлялись долги. И, соответственно, они выстраивают свою работу таким образом, что этого просто не происходит. В случае, если все-таки задолженность возникает, то у них, как вы сказали, есть определенный арсенал мер воздействия на должника, и они забирают свои деньги быстро и легко. И при том, мне еще кажется, что большие компании, в свою очередь, могут позволить себе быть должниками каким-то мелким компаниям. Мне кажется, так происходит. Я не знаю, прав я в этом или не прав. Что вы скажете на это? Да, Артем, действительно, вы абсолютно правы по этому вопросу. И что я хотел бы добавить, что в крупных компаниях, как правило, есть собственник, который четко понимает свои интересы в отношении финансов. И поэтому он собственными силами, либо штатных специалистов, приглашенных консультантов, формирует именно систему, которая позволяет сделать несколько вещей. Во-первых, предотвратить образование долгов. Во-вторых, стимулировать клиентов платить вовремя. И, в-третьих, забирать действительно деньги через судебные процедуры, мировые соглашения и другие моменты. Деньги свои обратно. Именно поэтому богатые компании являются богатыми, а те компании, которые не уделяют этим вопросам внимания, остаются, к сожалению, не очень богатыми. Остаются бедными. И также, наверное, все-таки дело не в размере компании, а дело как раз в поставленной системе работы с дебюторской задолженностью. Да, действительно, здесь тот принцип, который практикуется во многих крупных компаниях, может быть адаптирован и применен и в мелких, и в средних компаниях. Важно только, чтобы собственник и руководство именно осознали интересы компании в отношении финансов, в отношении дебюторки, долгов, и построили в своей компании, пускай проще, пускай меньше, но именно систему работы с дебюторкой и долгами и минимизировали все возможные риски. Спасибо. Спасибо, Алексей. Очень продуктивная у нас получилась беседа. Я вас благодарю. С вами была передача «Тренинг Молл». Я ее ведущий Артем Богач. Пусть в вашей компании не будет долгов. Забирайте свои деньги, да пребудет с вами богатство. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok